Сегодня я расскажу, как организовать работу с гугл диском более эффективно. Это нельзя назвать прямо уж секретами, гугл диск очень прост, но какие-то нетривиальные действия, на которые я наткнулся, могут еще больше упростить работу с ним. По большому счету, так как гугл диск это всего лишь место хранения файлов, все действия можно свести в две категории, поиск файлов и их перемещение. Три закладки, самые актуальные по мнению разработчиков, связанных с поиском, с вами всегда. Например, поиск по типу файлов, только гугл таблицы. И дальше люди и время изменения. Вверху есть расширенный поиск, который включает в себя все параметры, по которым можно искать. Тут и тип, и владелец, и содержит слова. Ну, в общем, все. Чаще всего это не нужно, и вам достаточно трех или четырех параметров. Четвертое местоположение появляется в закладке «Личный». Она удобна тем, что здесь гугл диск не разбивает файлы по папкам, а вываливает их независимо от местоположения с сортировкой по последним изменениям. Можно переключиться на папки, но тогда смысла в этой закладке особо нет. А вот файлы — это круто. Потому что независимо от того, в какой папке лежит, и кому в принципе принадлежит файл, тут будет все, над чем вы работали в последнее время. Но опять же можно ограничить локацию только моим диском, или наоборот только доступными мне, то есть теми файлами, которыми с вами поделились. Или помеченными. И это тоже важная функция гугл диска. Возможность добавлять документы в избранное. Как это делается? Правая кнопка мыши, либо там справа тоже есть значок, но сделаем через правую кнопку. Систематизировать и добавить в помеченные. То есть теперь вы можете найти помеченные файлы отсюда, или тут есть специальная закладка. В помеченные можно добавлять как файлы, так и папки, и понятно, что это то, что вы сами считаете важным. Когда актуальность пропадет, файлы из помеченных можно удалять. Опять же, через правую кнопку мыши и систематизацию. Файл удалится из папки, но не удалится с диска. Он останется там, где лежал. Поскольку, добавляя в помеченные, вы не перемещаете файл, а создаете как бы ярлык в этой папке. Вернемся к личным. Ну и, собственно, поиск. Обычный поиск. Он ищет по названию и по телу документа. Хотя все-таки небольшая необычность тут есть, поскольку при поиске он способен анализировать изображения и искать текст в них. Вот у нас обычное изображение. Слово Android, по которому мы искали здесь, например, нет в названии. Но он почему-то предложил его в выдаче. А сделал это, потому что слово Android есть в надписи на самом изображении. И это круто. И с этим связан один небольшой лайфхак. Он короткий, поэтому покажу. Когда вы закидываете изображение на диск, Google может распознать текст на этом изображении и представить его, собственно, в виде текста. Для этого нам нужна правая кнопка и открыть с помощью Google документов. Вот изображение и вот текст. Причем, видите, он даже считал то, что изображено на этом гербе. Функции уже несколько лет. Теперь, что касается перемещения. Самый простой способ взять файл, закинуть его в какую-то папку. Это работает не всегда, поскольку если файл находится в подпапке, или вам его нужно положить во вложенную папку, придется идти кривым путем. И на этот счет тут есть прямой путь. Кнопка переместить. Выбираете, куда нужно отправить этот вложенный файл, и теперь вы можете путешествовать по папкам и под папкам. В отличие от избранного, файл в таком случае физически перемещается. Но есть еще один путь, мне кажется, он проще. Открыть мой диск вот здесь, найти нужную папку и переместить файл отсюда. Удобно, что когда в папке есть подпапки, он их будет открывать, пока вы держите над ними файл. И на этом, в общем-то, все. Я говорил, Google Диск предельно прост, но всякие мелкие фишечки они, конечно, тоже доставляют. Например, возможность выбрать цвет папки. Это правая кнопка и систематизировать. Если папок много, очень полезная функция. Надеюсь, видео было полезным, и каждый все-таки нашел для себя что-то новое. Хотя, если это не так, и уровень компьютерной грамотности у моих подписчиков гораздо выше, чем я предполагаю, для меня это будет куда приятнее, чем если бы я просто снял полезное видео. Все, любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо, и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Субтитры создавал DimaTorzok